Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим верхний шлейф с кнопкой включения и с кнопками громкости на iPhone 5. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Отщелкнуем. Отщелкнуем. Теперь необходимо открутить металлическую пластину. Она крепится на трех винтиках. Откручиваем. И последний винтик. Теперь необходимо снять металлическую пластину. Отсоединить три шлейфа от платы. Первый, второй и третий. Теперь необходимо снять металлические пластины аккумулятора. Тут два винтика на одной металлической пластине. Снимаем. Отсоединяем шлейф. Отсоединяем аккумулятор. Теперь отсоединяем металлический лоток. Вынимаем его. Откручиваем винтик. Снимаем металлическую защиту. Отсоединяем шлейф. Это нижний шлейф отсоединяем. Отсоединяем коаксинный шлейф. Отсоединяем шлейф к кнопке включения, который будем менять. Отсоединяем. Теперь откручиваем все винтики печатной платы. Если у вас не работает кнопка включения, то если вы нажимаете на кнопку включения, она не работает. Либо не работает кнопка громкости. Это большая вероятность, что после замены данного шлейфа у вас все будет работать. Откручиваем винтики. Убираем металлическую пластину в сторону. Откручиваем еще винтики. Тут обязательно откручивайте винтики. Иначе вы не сможете вытащить печатную плату. Откручиваем виброзвонок. Откручиваем виброзвонок. Вытаскиваем виброзвонок. Убираем виброзвонок. Убираем виброзвонок. Теперь вынимаем печатную плату из корпуса. Вынимаем. Откручиваем еще несколько винтиков. Откручиваем еще несколько винтиков. Откручиваем. Сбоку винтики. Чтобы снять шлейф. Теперь снимаем сам шлейф. кнопки включения с боковыми кнопками громкости. Вытаскиваем его из корпуса. Потом приклеим. Отклеим его. Отклеим. Это переключатель без шумного режима. Теперь снимаем металлические пластины с кнопок громкости. Мы их будем устанавливать на новый шлейф. Сняли. Теперь будем устанавливать шлейф на включение в корпус. Поис公нику. Готовлю. Погוא. Это пинок. П livro. Пятиiors. Подготавливаем, вставляем в корпус. Теперь необходимо прикрутить кнопку включения. Прикручиваем. Теперь необходимо установить металлические пластины на кнопке громкости. Устанавливаем. Устанавливаем переключатель. Вставляем его в корпус и прикручиваем. Теперь необходимо установить кнопки громкости и поставить металлическую пластины. И перекручиваем. Прикрутили. Отгибаем шлейф. Его нужно отогнуть, так как мы сюда будем устанавливать печатную плату. Прикручиваем остальные детали. Прикручиваем. Теперь устанавливаем печатную плату в корпус. Аккуратно это делаем, не повреждая печатную плату. Теперь прикручиваем винтики. Не ошибайтесь с винтиками. Откуда откручивали винтик, тот туда и прикручивается, так как у них разный размер. Теперь мы будем устанавливать много винтиков и подключать все шлейфа. Если вы помните где какие стояли винтики и знаете как установить шлейфа, вы можете перемотать видео на 3 минуты вперед. Прикручиваем. Прикручиваем. виброзвонок и его также нужно прикрутить. Устанавливаем металлическую пластину и прикручиваем два винтика. Продолжение следует... ... 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 Устанавливаем аккумулятор, подключаем его, устанавливаем металлические пластины, перекручиваем, еще одну металлическую пластину берем, ее необходимо прикрутить на два винтика, первый и второй, прикрутили, устанавливаем симолоток, теперь необходимо установить дисплейный модуль в аппарат, для этого подключаем его, устанавливаем металлическую пластину и перекручиваем три винтика, перекручиваем, теперь необходимо закрыть дисплейный модуль, защелкиваем его, защелкиваем, теперь необходимо закрутить два нижних винтика и все. Мы вам показали как самостоятельно произвести ремонт, все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет магазине, продаем запчасти по всей России, либо обращайтесь в наш сервис центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.